всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука и сейчас хотя среди на декабре самое время поговорить о подборе семян как собрать коллекцию для будущего сезона для 2019 вы знаете я сейчас не буду называть конкретные сорта например тотто тотто и тотто потому что у нас совершенно разные регионы совершенно разные у нас фирмы производителей районированные разные сорта я вам расскажу просто о принципе подбора как правильно подобрать те томаты с которыми мы получим наилучший результат самый большой урожай вот смотрите подбирать нужно по нескольким позициям во-первых по региону ясно что вот у нас сибирский регион нам сорта южные не подходят и мы должны всегда это учитывать что в сибири никогда не будет таких урожаев томатов как например в краснодарском крае и других южных районах потом второе по условиям выращивания мы должны подумать где мы будем этот сорт выращивать или в теплице или пленочное укрытие или открытый грунт потому что есть сорта которые совершенно не хотят расти в теплице они созданы именно для открытого грунта и есть сорта которые хорошо показывают результат в теплице но в открытом грунте высадив их туда вы не сможете получить хороший результат особенно если как у меня сибирский регион проблемный все короче регион надо учитывать и условия куда вы дальше будете рассаду это высаживать потом конечно очень важно знать назначение назначение вот этих томатов при ну как будущего нашего урожая у всех разное кто-то выращивает только для салата вот некоторые пишут в шоке от моего количества и говорят ой мы садим 40 штук нам хватает мы только салатики режем есть и такие это надо учитывать есть вот например или только для салатов или вы будете сделать салат и консервирование это друг другие сорта и другой уже объем у нас начинается потом или салаты консервирование и еще сюда же соки кетчупы сейчас вот еще добавилось вот это очень модное вярине томатов я вот ничего делала запеченные совсем другие сорта нужны так условия выращивания регион назначения и вот самое главное временные затраты вы должны подумать сколько времени вы сможете уделить тем или иным сортам потому что сорта все разные если вы совершенно свободны то вы можете высадить любой капризный сорт и будете с утра до вечера ходить его отщипывать подвязывать но ведь есть работающие люди значит они должны таких сортов высаживать меньше а больше не прихотливых если вы совсем заняты и хотите выращивать по принципу посадил и забыл у вас совсем другие сорта должны быть в огороде и есть что-то среднее которые часть могут ну как есть какое-то время свободное они могут часть томатов посадить например таких требующих ухода а часть для массового такого производства для томата продукции которые неприхотливые это тоже надо учитывать вот видите как много факторов мы должны все вместе собрать это и подумать в каком регионе как мы будем выращивать теплицы или в открытом грунте какое будет назначение салата или это сколько мы времени позволим себе все исходя из этого мы начинаем подбирать сорта томатов я сейчас быстренько пробегусь как подбираю я например у меня регион сибирский значит преимущественно у меня сибирские неприхотливые выносливые томаты на которых написано или холодостойкий или устойчив к перепадам температур или которые даже на которых написано на многих что возможно отрастание после подмерзания листьев все я уже их перечисляла это и метелица и тармы таймыр или нет и даже туда и демидов входит и настенька она тоже устойчивая таких сортов очень очень много даже в моей коллекции по моему их половина конечно у меня есть и капризные но вот так как у меня сибирский регион все-таки у меня основная масса вот этих вот выносливых томатов потому что если те капризные могут например или подмерзнуть или умереть совсем от заморозка или что-то не дадут особый урожай то эти я знаю выручат меня всегда потом второе так назначение у меня назначение и салаты консервируем и делаем томатопродукты и все это значит что в моей коллекции и вот на будущий год у меня будут и салатовые сорта такие как вот несистые сахаристые вот это и розовый слон и розовый мед и ботяня и король гигант и и на и вот эти сейчас появились новые пузата хата потом вот эти все короче крупные которые все которые мясистые у меня они есть но так как я делаю консервирование целеноплодное то есть у меня должны быть и сливовидные и грушевидные у меня пошли и дюшес и перцевидные все потом этот и банан желтый и сахарные пальчики и дамские пальчики но перечислять их можно очень долго у меня более 200 сортов но вы поняли что если мы кушаем салат и мы консервируем значит две группы разных совершенно томатов у нас должны быть потом я делаю сок и кетчуп на сок и кетчуп идут как раз те сорта которые выращиваю по принципу посадил их забыл их много они массовые они вот большое количество дают вот этой томатной массы но на салата мы их уже не используем а используем на томатопродукты эти вот эти вот и полюса метелица и таймы и все которые очень много и можно вообще их не ухаживать за ними они все потом идут и в пасту и в сок и везде и вот ну по времени по затратам времени конечно я сейчас свободно я сейчас могу выращивать любые сорта и я у меня кто вот смотрит мои видео знает что у меня есть и сложные которые эндотерминантные есть совсем простенькие есть и средние но если вы во времени ограничены я вот вам говорю что в много вот таких томатов требующих ухода то есть эндотерминантные которые больше двух метров вырастают вам будет сложно вы просто не успеете они зарастут особенно в теплице потому что я первое время подойдешь к нему вот туда смотришь и уже и достать невозможно и надо там обрезать обрезать надо через два-три дня если ты неделю туда не заходишь там джунги все я забыла еще один пятый пункт сказать что нужно по срокам созревания конечно еще мы выбираем по срокам созревания то есть это будет 5 уже у нас пункт то есть если вы хотите рано получить конечно нужно и скороспелые если вы хотите чтобы весь сезон было вот такое растянутое плодоношение то есть должны быть ранние среднеспелые и позднеспелые которые вот у нас несистые сахаристые так что еще не сказала по затратам времени сказала все так если мы начинаем подбирать сорта в первую очередь думаем какой у нас регион холодный или теплый если холодный все южные убираем сорта потом есть ли у нас теплица или нет если теплица есть то половина значит эндотерминантных будет а на улице будет половина вот таких детерминантных неприхотливых потом по затратам времени если вы заняты огородник берите больше неприхотливых а меньше капризных вот этих эндотерминантных за которым много ухода а может быть вообще их исключите сейчас есть сорта которые неприхотливые но крупноплодные вкусные потом по затрат по срокам созревания если вы хотите весь сезон вот так самый ранний ну как с начала лета и до самой осени иметь значит нужно и скороспелые и ранние и среднеспелые и позднеспелые все вот это принцип так я подбираю томаты потому что нужно именно все пять пунктов вот эти соблюсти и тогда у вас будет все прекрасно в огороде урожай будет большой плодоношение будет растянуто будут и для салата и для засолки и для всех томата продуктов на которые не важно сладкий он или не сладкий крупный он или не крупный носок на кетчуп это все равно там это должно быть всякие какие именно сорта я подобрала я потом вам покажу потому что в одном видео ролике это будет очень долго до свидания с вами была ольга чернова это о принципах подбора сортов томатов